Когда-то ее имя ассоциировалось исключительно с политикой, но уже давно все по-другому. Кандидат экономических наук, писатель, популярный блогер, свой пятый в качестве автора мастер-класса «Визит в Челябинск» Ирина Хакамада посвятила теме эмоций. Большая часть лекции посвящена как справляться со всеми эмоциями и превращать их в то, что вам нужно. А уже вторая часть, как конвертировать это искусство в зарабатывание денег. Люди интересуются, у нас аншлаг. Сейчас на первое место вступают не столько наши профессиональные знания, сколько управление полным спектром своих возможностей интеллекта, эмоций, настроений. В зале 600 человек зрителей. Эмоциональный капитал вызывает интерес у людей разных профессий и возраста. Считаю, что любой уважающий себя человек должен заниматься развитием своей личности, повышением интеллекта. Этого невозможно сделать только благодаря телевидению, интернету, книгам. Оффлайн-встречи в настоящее время тоже имеют немаловажную роль. Всегда куча идей в голове, как что-то свое открыть, как развиваться, как, может быть, чуть-чуть лучше учить людей. В общем, я думаю, это такая тема очень общая, которая может в любой сфере жизни пригодиться. Беда неуспешных людей, неуспешных детей, они не в состоянии самостоятельно действовать и рисковать. Они полагаются только на взрослых, и у них нет воображения. Те дети, у которых есть и то, и другое, они решают все проблемы. Даже если у учитель плохой, даже если товарищи по классу тебя не принимают, они все равно все проблемы решают. А взрослые то же самое, не в состоянии самостоятельно слушать себя, понимать, что ты можешь, что ты хочешь, ориентируются на внешний опыт, воспитанный в детском саду, в школе, родственники, друзья. То есть шум, вот это все время общественный шум. И считают, что этот шум и есть их истинные ценности. Поэтому найти себя не могут. По мнению Ирины, в эпоху социальных сетей иметь свой аккаунт совсем не обязательно. А вот без интернета современному человеку не обойтись. Представлять себя в социальных сетях? Это не обязательно, это уже бизнес. Сегодня использование интернета, это все равно, что использование зубной щетки. Поэтому это не вопрос, да, о том, нужно тебе или не нужно. Ты просто должен быть современным человеком и уметь всем пользоваться. Вот и все. Что такое сеть? Это почти бесплатная библиотека. Если вы не хотите заходить в интернет и в сети, вы не хотите пользоваться бесплатной библиотекой. Но ваши проблемы. А еще проблемами могут стать страх, гнев, обида и даже радость, если они из эмоций превращаются в установки. Как отличить одно от другого и научиться держать все под контролем, теперь знают как минимум 600 жителей Южного Урала.